Сибирь начала дальневосточную серию с победы над адмиралом, хоть и пощекотала нервы своим болезненным. Команда уверенно вела в счете, но позволила сопернику сравнять и перевести игру в овертайм, а потом и в серию булитов. Но обо всем по порядку. Стартовал матч с вязкой борьбы и без опасных моментов со стороны обеих команд. А в начале второго периода свою первую шайбу в КХЛ забросил нападающий Егор Спиридонов. Во многом гол Спиридонова. Заслуга его партнеров по звену. Дмитрий Овчинников отобрал шайбу у соперника на чужой синей линии. Отдал передачу на Дениса Голубева, а тот, в свою очередь, на Спиридонова, который и переправил ее в ворота. В середине периода Сибирь увеличила разницу. Большинство реализовал Тейлор Бек. Адмирал вернулся в игру не без везения. Вратарь Сибири Денис Костин пропустил нелогичную шайбу в начале третьего периода. После этого хозяева насели на ворота новосибирцев и добились своего. За пять минут до сирены Николай Чебыкин сравнял счет на табло. В самой концовке набедокурил Бек, получил две минуты, и часть его штрафного времени перенеслась в овертайм. Наполнительная пятиминутка получилась без голов, а в серии после матчевых бросков победу Сибири принес Александр Шаров. Он единственный из нашей команды сумел реализовать свои попытки. А вот молодежная команда «Сибирские снайперы» не смогла свести поединок. в свою пользу. Хотя выездная игра с «Сарматами» тоже началась с заброшенной сибиряками шайбы. Затем хозяева сравняли счет и даже вышли вперед. Но снайперы и без своего лидера Ивана Климовича, который вызван в Сибирь, шли вперед и активно давили на соперников. И в итоге сравняли счет в начале третьего периода. Но отличился Артем Жуков. Однако дожать соперников в концовке не получилось. Наоборот, за 10 секунд до конца основного времени «Сарматы» забросили третью победную шайбу. Зато днем ранее снайперы уверенно победили этого же соперника со счетом 4-2. Новосибирская молодежка сохраняет первое место в серебряном дивизионе восточной конференции «МХЛ». Ближайшая игра у сибирских снайперов дома 31 января. В Новосибирск приедет аутсайдер золотого дивизиона «Востока» Лока-76. Наш канал покажет матч в прямом эфире. Юные сноубордисты готовятся к нескольким важным домашним стартам. 1 февраля первенство области по Биг Гэеру и сноуборд-кроссу. В акробатических видах нет равных воспитанникам спортивной школы на Горском. В сноуборд-кроссе в лидерах также спортсмены, которые тренируются в ключах. Эти старты важнейшие для ребят, отборочные в команду Новосибирской области на всероссийские соревнования. Спортсмены активно готовятся, проводят по две тренировки в день. Соревнования, которым и пройдет отбор, будут в марте, но уже во второй половине февраля в сноуборд-парке Горский. Крупные всероссийские старты. Традиционный турнир «Мемориал» Полины Петраченко. Будет зрелищно, ведь даже юные спортсмены из Новосибирска в Биг Эйре, взлетая с трамплина, показывают трюки на уровне взрослых. Это нужно видеть, это не всегда словами легко объяснить. Но это, конечно, вращение через голову, вращение вокруг себя. Два-три оборота люди делают, да. И даже вокруг головы пару оборотов получается. Наши спортсмены вот только что прибыли с юниорского первенства России, где заняли призовые места и даже победили. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Латта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok